Абакан-24 и все дети города представляют уникальную, развлекательную, авторскую программу Ура, дети! Всем привет! В этом новом выпуске вас приветствуют Саша, Аня и Катя. Мы так рады сегодня вновь делиться новостями из мира детей. Увлеченные, радостные, активные снова знают, чем удивить. И сегодня мы расскажем о инструменте Чат Хан. И о тех, кто на нем играет. Снова выучим новые слова на английском. Отправляемся в мир ТикТока. И почитаем с актером. Ура, мы начинаем! Hello, hello, my dear friends! Привет, мои дорогие друзья, мои уже старые знакомые! Я по вам соскучилась и снова хочу сегодня уделить минуточку внимания нашему английскому. Начнем с повторения. Повторим, как по-английски у меня есть цель. Ну, вспоминай. Включаем голову. Так, что-то Оксана говорила. I have a goal. Какое легкое слово. Кто с нами не учил, тот сейчас быстренько запомнит. Goal – это цель. Да? Ну, а мы сегодня знакомимся с новым словом. Это еда. Слово одно в русском языке, а в английском два. Food, meal. В чем же разница, если и food еда, и meal еда? Ребят, все легко. В английском все легко. Смотрите. Food – это еда, которая у вас в корзинке в магазине. Вы набираете все туда, и фрукты, и овощи, готовую, и не готовую еду. Вот она, целая корзина еды. Food. А meal – это то, что с корзинки уже мама, вы или тетя-дядя приготовили. То есть, это уже готовая еда. Вот и все. Не готовая еда. Готовая еда. Food, meal. Повторим. Food, meal. Теперь твоя очередь. Не слышала. Давай-ка еще. Great. Ты умничка. Так держать. А давай теперь ты расскажешь разницу мне. Food. Какая-то еда. Да, не готовая. А meal – приготовленная, уже готовая к употреблению. Вот и все, ребята. Сегодня были такие легкие наши слова. До новых встреч. Люблю вас. Пока. Bye. А сейчас мы с вами направляемся в детский сад. У них сегодня там интересный урок про кошек. Снова добрый зеленый сюжет нас с вами ждет. Маленькая. 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 А какая маленькая? Совсем маленькая? Вот такая маленькая. Детский садик Дашенька. Сегодня сюда приехали необычные гости. Сотрудники двух заповедников. Хакаскова и Саяна-Шушенского. Дашкалятам рассказывают о диких кошках, которые проживают в нашей республике. Тихо, тихо. Ребята, слушайте, какие у рыси лапки. Обратите внимание. Видите? Это след отпечаток лапки рыси. Знаете, как ходит? Она передней лапкой наступает. И задней лапкой точно-точно в свой след попадает. И вот таким вот образом получается вот такая цепочка. Она так аккуратно, красиво, грациозно идет. Ребятам рассказали про рысь, о том, как она охотится и особенностях строения ее тела. Далее продемонстрировали на листочке бумаги реальный размер следа, который оставляет эта дикая кошка. И мальчишки, и девчонки сравнивали его со своей рукой. Таким образом измеряли глазом. Выяснилось, животное не очень большого размера. Ваша ручка или ножка больше, чем отпечаток лапки. У кого дома есть кошки? У меня. У меня есть кошки. А у меня есть кошки. Сам ирбис. Где-то полтора метра. А хвост его занимает одну треть. Это больше, чем туловище. Смотрите, какое небольшое туловище получается. Ну, если мы по-настоящему меряем, то вот так. И вот такой хвост огромный. Как вы думаете, зачем ему такой длинный-длинный хвост? Еще дошкалята сегодня познакомились с таким животным, как Ману. Потом все три дикие кошки пришли поиграть к ребятам. Вставайте красиво рядом с кошечками. Сейчас слушайте внимательно. Я вам расскажу правила нашей игры. Топать все умеют? Да. Покажите, как вы топаете. Как топаем? Молодцы. А хлопать умеете? А ручками вот так махать? Да. Вот молодцы какие. Все умеете. У меня здесь же папа и Ману. Еще один Ману. А здесь что у нас в закладке? Какая информация? Давайте посмотрим. А это... Смотрите, помоги бороться с мусором. Здесь вам показано, что... И вы должны будете, если будете в лесу, вы же уберете мусор за собой? Да. Когда ездите с родителями на пикники, вы убираете мусор за собой? Мы за дном едем на пляж, и мы там все тушим. Потому что мы там разжигали огонь, чтобы пожарить сосиски. Какие вы молодцы. А мусор, когда лежит, вот валяется что-то, бантик какой-то, вы можете подобрать его? Да. Я убираю маму. Кошки в России один из символов весны, а март считается кошачьим месяцем. Поэтому обязательно порадуйте сегодня своих питомцев вкусняшкой и теплыми объятиями, как это сейчас искренне и радостно делают наши дошколята. Катя, ты знаешь, как выглядит инструмент чатхан? Чатхан – это многострунный хакасский инструмент. И сейчас мы вместе с Катей узнаем, как он звучит. Мы пойдем туда, где юные чатханисты играют на музыкальных инструментах, которые сделают для них их педагоги. Да, пойдем. Более 200 юных дарований от 4 до 11 лет занимаются в Академии эстетического развития одаренных детей «Лествица». Ритмика, основы этикета, актерского мастерства и классического танца, художественное слово, теория музыки, история искусств, декоративно-прикладное творчество, вокал и культура хакаси – Такие дисциплины осваивают на занятиях молодые таланты республики. Мы с вами находимся на занятиях по вокалу. Чуть позже мы заглянем и к младшей группе. Сейчас в гостях у ребят, которые уже четвертый год занимаются в «Лествице». У этих двух групп сегодня впереди игра на чатхане, но не будем торопить события. Наш ансамбль чатханистов, который мы преподаем, Сергеем Трофимовичем Черковым, он преподает чатхан, а я преподаю вокал у ребятишек. У нас на сегодняшний день две группы – старшая группа уже и младшая группа, которые вот в этом году были набраны ребятишки. Дети – наше будущее, дети – наше все. Если мы сейчас в детях этого не оставим, то мы ничего не оставим. Дети очень легки на подъем, с ними очень легко работать. Эти дети в прошлом году, когда был объявлен год героического эпоса Хагасского, выучили эпос на 10 минут наизусть под чатхан. То есть для понимания, что на самом деле это очень сложно, взрослые боятся это делать, дети ничего не боятся. С ними очень интересно работать, они открытые очень и смелые ребята, я вам скажу. Давайте обратимся к названию Академии. Что собою оно несет? Лествица – означает ступени развития, через которые проходят творческие дети на пути к духовному совершенству и своей профессии. Я с детства хотела петь и играть на чем-нибудь. Музыка, у нее звук такой красивый. Я умею быстро играть. Сколько струн здесь? Семь. Ансамбль чатханистов и вокальный ансамбль знакомят детей с музыкальными произведениями хакасских композиторов. Ребята разучивают хакасские песни. А как же не говорить о природе нашей родной земли? Ведь Хакасия – удивительно уютная и чудесная земля, окруженная величественными горами Саян и Кузнецкого Алатау. Мне нравится вокал, потому что я хакасска. Мне много нравится хакасских песен. Я хожу на вокал, потому что мне нравятся также хакасские песни. Я хочу их петь. И когда я их пою, я что-то чувствую родное. Кроме того, в игре на чатхане юные дарования обучаются у Сергея Черкова, настоящего профессионала своего дела. Мастера традиционных хакасских инструментов, удостойного почетного звания Республики Хакассия Чон Узы. Сергей Трофимович – известный национальный композитор и исполнитель, чьи бубные чатханы уже давно разлетелись по всему миру. Ребята обучаются по его уникальной авторской программе на музыкальных инструментах. Созданных специально для учеников Академии и сделанных им самолично. Вы знаете, чатхан – это такой основной инструмент. Это, можно сказать, что это наше лицо. Но не только это, еще есть ряд причин, по которым именно он подходит для групповых занятий. Это, во-первых, методика цифровая, когда струны номеруются по цифрам. И вот она очень простая. Любой может ее освоить. Необходимые критерии – это считать, скажем, 7 струн до 7 и ставить шалбаны. Это два условия. Это, как говорится, все могут сделать, абсолютно все. Методика. И второе, конечно, само изготовление, оно маленько проще, чем, скажем, их, чем хомос. То есть изготавливается легче. А все остальное зависит от усердия и упорства маленьких воспитанников. Хакасский эпос, музыка и песни – так красиво. Можно часами слушать эти грудные мелодии. Да и сама природа нашего края зовет творить и внимать прекрасному, верить в волшебство и любить нашу землю. Аня, как ты думаешь, почему многие люди любят смотреть ТикТок? Мне кажется, потому что там очень смешные, прикольные, интересные видео. Мне, к примеру, они нравятся. А тебе? А мне нравятся, потому что там очень много лайхаков. Давай посмотрим, какие видео были популярны на этой неделе. Давай! Мама, мама, ты есть в Инстаграме, ты есть в ВКонтакте, ты есть в Фейсбуке даже, ты есть в Одноклассниках, но в ТикТок-то тебя зачем понесло? Ты хочешь мне последней радости жизни лишить? А? Кто там? Кто там? Никого? 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 Саша, Катя, давайте расскажем об особенностях нашей рубрики «Читаем с актером». Давайте! Это одна из моих любимых рубрик. Да, в ней артисты всех четырех театров читают произведения любимых авторов. А дети, услышав эти истории, рисуют то, что они почувствовали. Артист театра имени Лермонтова прочтет нам сказку «Печеночка». Ура! Давайте скорее смотреть! Давайте! Русская народная сказка «Печеночка». Жили-были старик и старушка, а детей у них не было. Вот старушка и говорит «Старик, а старик, брось хворостину в печь». Бросил старик хворостину в печь, а там зарычала, зафырчала тонким голосом. Открыла бабка печь, а там девочка-печеночка. Встала она бабе-деду за дочку. Пошла печеночка в лес с подругой. Подруги от нее убежали. Запрела печеночка в лес, нашла хатку. А в той хатке медведь лежит в люльке. «Девочка, девочка, покачай меня!» Встала печеночка его качать. «Баю-бай, Мишенька, спи! Одним глазком смотри!» Вот один глаз у медведя спит, другой смотрит. «Мишенька, отпусти меня на улицу, в щепки поиграю!» Пошла печеночка на улицу. Вдруг дедушкины да бабушкины овечки бегут. «Печеночка, садись на нас, мы тебя к бабушке отвезем!» Девочка выбрала самого лучшего овечка. Да и побежали. Медведь выскочил и отнял печеночку. Встала печеночка его качать. «Баю-бай, спи, Мишенька, засыпай! Одним глазком смотри!» «Мишенька, пусти меня на улицу, в бабки бегут!» Пошла печеночка. Вдруг бабушкины и дедушкины коровы бегут. «Садись, скорее, печеночка, мы тебя к бабушке отвезем!» Села печеночка и побежали. А медведь одним глазом смотрит. Выскочил и отнял печеночку. Сидит печеночка, плачет. Медведя качает. «Спи, Мишенька, баю-бай!» «Оба глаза закрывай!» Медведь и заснул на оба глаза. Вышла печеночка на улицу. Бабушкины да дедушкины кони бегут. «Садись, скорее, печеночка, мы тебя к бабушке отвезем!» Села печеночка и побежали. А медведь спит и не видит. Так и приехала печеночка домой. Я считаю эту сказку положительной, ведь несмотря на то, что медведь заставлял девочку укачивать его и петь колыбельные, она все равно вернулась к своей бабушке и дедушке с помощью их лошади и овец. И мне хотелось использовать в картине много ярких и красочных цветов. Ой, как же я люблю сказки! Да, а я тоже. Особенно, когда собираемся всей семьей. Ага, все слушают добрые истории или поют добрые песни. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Но мы не прощаемся. Увидимся на следующей неделе. Спасибо, что остаетесь с нами и пишите комментарии, и звоните нам. Ну а сейчас мы вынуждены сказать вам до свидания и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok